1 Иоанн 2 глава 3-5 стих А что мы познаем его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Кто не соблюдает заповеди, тот лжец. А кто соблюдает Слово Твое, в том истинно любовь Божия совершилась. В Библии очень много вопросов. И когда я говорю, я всегда задаю вопрос. Я этого никто не считал. Считали. Бог спрашивает Адам, где ты? Неужели Бог не знал, где Адам, что он за кустами спрятался? Он ждал покаяния, чтобы он предварительно вышел заранее. Я спрашиваю. Написано, говорит, мы познали его. Вопрос-то ведь этот не задается людям. Не просто пришел, а отстоял. Я был на курсе, а отстоял. Это не сегодня уже такие выражения. Но познать Бога. А как ты его познаешь? Бог, он невидимый. А дальше говорится. Мы узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Вот знаешь ты Бога или нет? Речь идет о заповеди. А если ты заповеди не соблюдаешь, а соблюдать ты не можешь, если ты их не знаешь, то Бога ты совсем не знаешь. День покоя, день субботы. Он посвящается для Бога. Для нас это воскресенье. Сегодня не действует один канон, но в первой христианской церкви канон действовал в субботу, воскресенье отдыхали. Мы опять вернулись к тому. Это очень удивительно. И в субботу и воскресенье церковь вся была в церкви. В церкви приходила. Весь народ приходил в церковь. А кто не соблюдает заповеди, тот лжет. Вот сейчас расскажи, а где ты меня уловил? Что я неправду сказал? Заповеди не соблюдаешь. Заповедь Божия та, что приходи в храм Божий. Это одна из заповедей. Ежедневно собирались. Ежедневно. И находили время и хозяйство было. Ответ только один. Я люблю Господа. Про любовь и говорится. А кто соблюдает Слово Его. В том истинно любовь Божия совершилась. Как просто. Определение всего это заповеди. А вот масла не хватило. А где оно масло? Они не вошли. Любовь. Это благодать Духа Святого через исполнение заповеди. Как ты вошел в небрачные одежды? А одежда дается. А одежда. Суть праведности святых. Во Христа крестившихся. Во Христа обреклись. Два толкования только дается. Одежда полученная в крещении. И обновляемое в исполнении заповеди. А заповеди какие? Люби Бога. Люби ближнего. Ну а поточнее. Блаженны нищие духом. Ибо ищие Царство Небесное. Нищета. Смирение. В молчании ты пробьешь себе дорогу везде. Салмоперец Давид. 90-й столом. Живые помощи. 14-й стихи говорит. За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его. Защищу Его. Потому что Он познал имя Мое. Да живые помощи все знают. А спроси имя Божие не знают. За то, что познал, Бог награду дает. Я готовлюсь к прокладу. Я не могу ни к кому обратиться, как к Слову Божию. Не могу святых от слов найти ответ. Ну все же знают. Это такое письмо, которое люди, уходя на фронт, брали. Чтобы как-то спасти, защититься. Живые помощи. Здесь говорится. Я приду на помощь, потому что ты познал имя Мое. А имя Божие нигде нет. Хотите проверить, к любому поезжайте, кто ходит в церковь. Скажите, как Бога звать? Я еще ни одного человека не встретил. Страшное состояние. Какие же тут заповеди? Бог и Иегова. Запомните, Иегова. За православных это так странно слышать. Мы в первые годы революции называли же девушек Октябрина, Фракторина, Карина. Как могли, так и называли. Вилоры разные были. Искусство составляли имена. А безбожники более как-то подвижные были. Мы никак не можем свернуться на это. И у нас в молитвах нигде имя Божие не упоминается. Я не об этом молитве это не знаю. А оказывается есть, но оно сокрытое. Отче наш, Туще на небесах. Сущий означает Иегова. Ты познай его имя. Сущий означает, что всюду всегда присутствует. Если ты имя Божие не знаешь Иегова, ты беспрошно живешь. Если ты знаешь, что он сущий, везде и всюду находится, везде сущий. О, как можно бояться Бога. Он сущий, он и Иегова. Ничего не надо толковать. Здесь, говорит, пойдет и малый, неразумный, и тот не заблудится. Исайя 1.3 Во, бык. Знает владетеля своего. Бык чужой дождь и пойдет. Это тут привыкли ходить. И осел знает господина своего. А народ мой, Израиль, не знает меня. Народ мой не разумеет. А где же о рождении свыше? Вот с человеком поговоришь и говорят, как ты считаешь, он рожден или не рожден? Как он рассуждает? Любой вопрос. Тебе надо что-то сделать. Купить. Поехать куда-то. Не то, чтобы переехать. Это вообще уже большое дело. Ты задавай четыре вопроса. Первый вопрос всегда. Что об этом говорит Бог через слово свое? А Бог говорит так, без совета ничего не делай. Бог тут подскажет. Он нас любит. Мы его творения. А второе? Это четыре вопроса. А второе? Ты обратись к совести, на молитве. Что Бог скажет? Это много поклонов, постов, молитвы. Добейся, чтобы Бог положил на сердце. А потом задай вопрос. Не причиню ли я кому вреда? Перееду. Хорошо ли будет моим детям? А хорошо ли замово будет строиться? А какое будет общество? Третий вопрос. Ну и четвертый вопрос. Не каждому это дается. Чего я ищу? Небесного. Земного. Ты его можешь первым. Временного, вечного. Это один и тот же вопрос. Чего я ищу этим? Я иду в храм. Чего я ищу? Я знаю, как служба идет. Я учился на это дело. Готовился быть священником. Я один. А здесь я с народом Божиим. Два человека. Три, Господь говорит. И я посреди них. А с одним не всегда. Исайл 45,4. Я почтил тебя, хотя ты и не знал меня, говорит Господь. Ведене и неведене. Не в грехе только, а где я Бога не почувствовал. Прости меня, Господи. Духовный человек, рожден или не рожден, определяется его духовным состоянием. Он любое дело делает в страхе Божьем, с молитвой обращается. Не рожденный свыше, он будет буйствовать, настаивать на своем, обижаться, что угодно. Это плоть. Плоть ищет противного духу. Но мы можем убедить человека, нельзя. Он мертв. И Христос таких не может судить. Страха Божия нет. А страх Божий есть. Человек может быть вспыльчивый даже. Не так сделать. Ошибиться. Может выговор получить. И пятимьет стоять, как Петр. Но он рожденный, он огненный, он горит. Он за Христа готов к ничему дарить, не потерпит, когда поносится имя Божие. А плоскому человеку это все равно. Им разницы никакой нет. Исайя 49,23. И узнаешь, что я Господь, что надеющийся на меня не постыдится. Вот поэтому ты меня узнаешь. Это вопрос. Задай себе. Вот как ты начал верить? Ты надеялся на Бога? А Бог тебя постыдил хотя один раз или нет? Тут надеялся. Ни что-то не по-твоему. Проходит время, я по своей жизни говорю, я вижу хорошо, что не по-моему. Как я рад. Даже кто-то ошибся, неправильно поступил. А именно вот это и нужно было. Мы-то думаем, вот так надо. А вот это-то как раз и не сработает. А вот как думал не надо, заблудился. А заблудился, опоздал на аэродром. Сколько было крику. Потерял билет. Стоимость вернули всего 10%. Сообщает, самолет разбился. Я лично видел человека, который стоял и плакал. Вся команда футбольная погибла. А я напился, вопрос, остался дома, опоздал. Бутылка спасла по-пишески. Это Бог избрал его. Грех, и через грех я посещу тебя и найду. А потом стал дьяконом. Бог, ты только раскрой глаза, постучи в грудь себе и скажи, будь милостив ко мне грешному. Открой мне духовные глаза, Господи, чего я ищу. Вот здесь была когда-то маленькая девчонка, ты мальчишкой бегал. Такой же упрямый был, как сегодня, ты не слышишь. Что изменили эти воды? Как ты вперед продвинулся, то упрямство ослиного набралось. А сел-то он знает. Значит, ты не знаешь. И бык знает. А ты не знаешь. Народ мой весь израиль забыл меня, весь народ. Хуже быка, хуже осла. Это мы сегодня говорим про роспись. А это просто Исаия говорил. Они ненавидели его, до каких пор ты пилить нас будешь. На Златоусте, он только ругается, он не проповедует, а только ругается и ругается. И повалили Исаию, и пилой перепилили. Предание говорит, что деревянной пилой пилили. Чтобы не сразу распилить, а подольше. Наверное, целый день тело его терзали по шестям. Ничего не изменилось. Он говорит, народ не знает Бога. А то мы не знаем. Мы каждый день в храме. У меня брат батюшка, у меня брат епископ. Не знаете. Знающий Бога соблюдает заповеди. Он любит Бога. Он ищет Божьего. Маленькая девочка, приходящая в храм, она может всю семью спасти. Я повторял не один раз. От дома, от каждого, хоть одного человека идти в храм. Самого маленького. Потому что слово Божье говорит, прокляните мирос. Никто не пришел. Даже не можете, даже больного. Принеси, посади его здесь. Это ваш хода-то и будет. Он из дома вашего проклятия отодвинет. Так говорит Слово Божие. Исайя 58, 2. Они каждый день ищут меня. И хотят знать пути мои. Они вопрошают меня в судах. Почему мы постимся, а ты не слышишь нас? И Господь начал им говорить. Потому что вы ищете только своей пользы. Вы не ищете ко мне приблизиться. Никакого поста я ищу, когда человек гнет шевель свою. Он смиряется, он выслушивает, он идет за советом. Объявите пост. И ты увидишь, что там полезет. Святые это видели. Три-четыре слова не так сказанное. И сатана уже залез вовнутрь. Жития Павлия Великого. Ученик приходит из города. А он с ними разговаривает. Он, учитель, отец, я пришел, продал корзины, деньги принес. Он отвернулся, пошел. На пятый день договорил с ним. Тот и спрашивал совесть. Кто ты такой? Да я же ученик твой. Я в Орлам, я в город ходил. Не знаю. Уходил христианин. И оба пришел жить, проклятый. Почему? А ты, дорогой, с кем шел, разговаривал? С евреем. А о чем говорил? Ну, мы обо всем говорили. О разном. Он тебе что сказал? Что Христос, это не Бог, это не Мессия. Ну да. А ты? А я ничего не... Нет, ты сказал. А что ты сказал? Ну, может быть так. Да ты понимаешь, нет? Может быть так, а ты согласился с ним. Не буду ты окаянный. Да зачем ты пришел ко мне в пустыню? Уходи отсюда сейчас же. И он не сказал, какое дело, ты грубый, я уйду от тебя, уеду, переменю места нет. Он упал и рыдал. Он говорит, давай помолимся. Стали молиться. Из-за него изо рта, как искачи горкий дым, пошел черный. И вынес сатана у него изо рта, как нефтью залитый был. Как они могли это все видеть? Если бы сегодня поиск пришел, может быть, мы сейчас храм бы делить надо заново. Какой бы черный дым пошел из нас? Может, давно сатана зашел? Почему? Определить. Как? А никого не слушает человек. Он не контрольный ничего. Это беснование. И об этом надо молиться. Волк знает Господина Своего. Господи, да неужели же я хуже вола? Мы говорим оселу прямо. Весь Израиль хуже осла. Бедная Россия, они даже этого не знают. Иеремия, 2 глава, 8 стих. Учителя закона не знали меня, говорит Господь. Если это понять, это от Библии не отошел бы. Залил ее слезами. Учителя не знают. Да ведь это вся страна наша такая сегодня. Они не знают Бога. Они знают обрядность, храм, духовность. Столько навороченных слов. С головой Луки ездят. А никто не знает, рука ли она крестителя. Народ где угодно мыкается. Идут исцелиться. Главный лозунг – жить, грешить и не болеть. Я выбил этот аппарит. Иеремия, 4 глава, 2, 2 стих. Народ мой глуп, он не знает меня. Как они могли этих пророков терпеть? Ну один глуп, я тебе сказал, назвал глуп, и ты уже обиделся. Лошадиные мозги. Весь народ, весь. Учителя не знают. Ведь он обозвался, фактически, из всех учителей. Ясное дело, что его ждал. Они его в грязь, в колодец бросили. Высоши колодец. Да Евнаху еще его вытащил. Под мышки тряпок ему бросили. Он позвал людей и вызвали. И он был такой палик. Он знал, что войну не надо вести с Павелоном. Египет не поможет. Сегодня все люди на что-то надеются. Сегодня надеются совершенно не на то. Какие-то реформы дадут, новый президент. Никто ничего не даст. Нам сейчас поставь царя, батюшку православного, и ничего не изменится. Мы-то остались те же самые. Ты себе царя в голову посадить, без царя в голове живешь. Ты начинаешь день строгой молитвы, множеством поклонов. Да не один раз устремись на поклоны. Смири плод свою. Иеремия 9.3 Этот народ не знает меня. Они переходят от одного зла к другому. А меня не знают. Зло знают от одного к другому. Я беру места из Библии. Это нам хорошо считать. 2700 лет назад было это. Успокоились. Я во время суда сказал. Вот я и Златоуста издавал, а меня за Златоуста не судят. Я говорю, ну если бы Златоуст сегодня жил. А он эти слова-то говорит. Как раз против современной власти. Вы бы его посадили. А задавал, если потому что-то книжка, его нет. Ну и так и сошло. А он отложенится, я говорю, извините. А он-то сказал более скромно по сравнению со Златоустом. Златоуст, он хлещет. Он буквально приглаждает каждого человека. Иеремия 9.6 По коварству они отрекаются знать меня, говорит Господь. Никто не отрекался. Что мы не знаем, тебя нигде в Библии не нашел. Времена Иеремии говорили. А делами. Дела милосердия забыли. Дела послушания забыли. Храм был в таком забвении. Иериты разбежались. Ни одного писания на всю страну Израиля нет. Вот дожили. Случайно нашли один свиток. И в завтали. Когда прочитали, как выходит каждый день, а вы идем. Да, что ожидает, а что написано? А там говорится, пойдете в плен. Земля будет вся эта разорена. Домы ваши все сожгут огнем. Ни одного писания. Да это же Россия. Мне Израиль дорог. Но Россия еще дороже. Притом Россия сегодня. Вот такую молитву надо составить. Вы считали, есть Акафис такой, слава Богу за все. Мне пришла мысль, что надо написать несколько Акафисов. Один Акафис о природе. Как все чудно. Там мало сказано. Другой Акафис об ископаемых, о насекомых, о птицах. И я пошел искать умных людей, профессоров. Не хватило у меня сил. Я говорю, все, соберите. Ученые, когда открытия были. А потом я отвезу где-нибудь в монастырь, найду умного человека. И кто-то составит эти Акафисы. Как это? Чудно славить Господа. Господь призывает. Познай меня по делам моим. Так что от рассмотрения дел, послание к римнам, невидимый Бог предстает перед нами. Без вещей мы познаем. Любую вещь, посмотри, ее кто-то делал. Делал так, кто солнце сотворил. И вот это все надо знать. Идти, на что не посмотришь. Это мой Бог сделал. Бог и Его. Какая осень нынче прекрасная. Господи, как ты сделал. Деревья еще не облетели. Будет еще тепло. Долго еще тепло будет. Аллилуйя. Как ты вели, Господи. За пение птиц, за все, что окружает, за каждую тучку переполнись этой благодатью. Иеремия 24,7. Да, он сердце мудрое. Иеремия 31,34. И не будут учить и говорить, познай Господа. Будут знать меня все от малого до великого. Вот эти-то слова трудно выполнить где-то. Но у нас-то можно. Учителя верующие. С дошкольниками специально человек занимается. Родители все верующие. У нас все дети должны это знать. Я говорил, чтобы места Писания запоминали. Введите это. По новому стиху заучивать в день это ничего не стоит. Недвижное стихотворение. Две-три точки. Иезекииль 38,16. И приведу тебя в землю мою, чтобы народы узнали меня. Как с нами Бог поступает, и люди через это Бога познают. Говорят, смотри, как их Бог благословляет. Приехали на пустое место, а живут лучше наш. В каждом дворе велосипедов куча, машины. Ни пьяных никого нет. Ничего не воруют друг у друга. Лука 13,27. И я скажу, не знаю вас, отойдите от меня, делайте ли неправду. Чтобы знать Бога, мы даже заповеди знать Его. Заповедь милосердия. Умягчи сердце мое. Лука 22,34. Христос говорит, не пропоет петух. Как трижды отрещешься от меня, что не знаешь меня. Так сколько же этих петухов мы уже пережили, сколько раз отрекались, как делами своими. Ты-то услышал, что Бог так велит сразу на тормозах? Бог сказал, прости, я бы мог вот так сделать, ответить, нет, так Бог сказал. А сегодня я говорю, в первую очередь, даже ничего не чувствую. Священник спрашивает, что Библия говорит, даже как будто не слышит. Что мы будем отвечать на суде Божьем? Тебе прям конкретно уже напоминает, что говорит Библия, а только ответить, батюшка, я не знаю, а где написано. Он бы сказал тебе, показал мне, а если нет, все ли вы вместе открыли. Вы каждый раз спрашиваете. Батюшка, я не знаю, как поступить, поехал, надо или не надо. А что Библия говорит? У нас батюшка вместе и счастье хотя бы минут на десять-то. Сам Дух Божий поведет. Лишние эти поездки так уменьшатся. Уменьшатся. Иоанн 8,19. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. Тогда бы и молились в Отче Наш, представляли Отца Небесного. Иоанн 10,14. Осты Мои знают Меня. Я скажу, что многие не знают, кто ходит в церковь. Им говоришь из Священного Писания, они ничего не слышат. Они голоса Отца Небесного не знают. И хождение в храм, это будет посуждение. Иоанн 16,3. Так будут поступать. Потому что не познали ни Отца, ни Меня. Ты говори себе, знаю ли я Бога или нет. Дальше. Соблюдая ли слово ответ. Ты не можешь знать Бога, не считая Библию. И вас очень легко проверять. Вы молодые, вам легко запомнить. Евреям 10,30. Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение. Я вас дам. Не мстите за себя, возлюбленное. Мы пришли сюда, чтобы он приблизится к Богу. Иоанн напоминает нам, познали ли мы Его, чтобы мы не оказались лжецы. И получится лжецок в озере огнем, горящим серою. Аминь.